Пожар случился ночью. Об огне, как рассказали жильцы дома, сообщил в МЧС сосед сверху. Этажом выше первыми почуяли запах дыма и гари. Квартира номер 22 выгорела дотла. В тот момент внутри находился взрослый мужчина. Он погиб. И его мать. Женщину госпитализировали. Мать увезли. Но он кричал. Кричал, спасите, спасите. А она в другой комнате была. Она никогда не касалась. Потому что только как институт закончил, что-то с головой тоже не в порядке. И как раз меня не было, все получилось. Я еще уезжала. Я говорю, пожар не наделала бы. Как рассказали жильцы дома, многоэтажка едва после капитального ремонта. И теперь ждать улучшений не придется. Весь подъезд в копоти и запахи гари. Проблемы с электропроводкой, которые, кстати, обещали устранить в ближайшее время. Сильнее всего пострадали квартиры соседей. Мария Даниловна, к счастью, в эту ночь не была дома. Она сидела с правнучкой. Вот только ее новый ремонт можно начинать сначала. Ремонт только сделала. В доме только что-то. Не расстраивайся. Нищету, нищету. А что ли соседик были, расскажите? Ну, что как соседик? Он был. У покойник Юрий Памич. Бандеры вот с шведом, конечно, нету все этого. Это тоже залитый. Только позавчера сделано. Сотрудники МЧС устранили пожар быстро. Причину его теперь только предстоит узнать.